Сразу четыре фельдшерско-акушерских пункта и один сельский клуб открылись в Канажском районе. О том, как меняется инфраструктура на селе Ирина Волкова. Извлечь музыку из ухвата. Творческий Ольга Петровна выражает себя на сцене аж с 1963 года. Еще время мы выступали. Сами мы в пекарне работали. У нас тоже советую сейчас очень хорошее было. Мы в пекарне тут поставили, спектакли, концерты. Еще время ходили туда. Сельский клуб в деревне Маяк был всегда. Этот построили в 1994. Капитально здание отремонтировали этой осенью. Обновили крышу, покрасили стены и пол в рамках партийного проекта. Сперва в клубе у нас было как-то темно и фотографии постоянно выходили темные. А сейчас вообще светло, чисто, уютно. Сейчас с удовольствием все приходят ко мне на занятия, на кружки. И дети, и взрослые все вместе мне помогают. В клубе занимаются пением и танцами, ставят спектакли, рукодельничают и объединяются по интересам. А еще это место, где организуют выставки с лучшими работами местных мастеров и мастериц. Я очень люблю заниматься рукоделием. И так как работаю в детском саду, периодически мы участвуем в конкурсах со своими детьми. Вот этот Дед Мороз и эта Снегурочка, мы участвовали с ними на конкурсе новогоднем, который проходил в Эткере, в Чебоксарах. Мы победили, заняли первое место, да, на уровне республики. В Маяке в один день открылся обновленный сельский клуб и новый фельдшерско-акушерский пункт. В этот же день в Канажском районе начали работу еще три новых мобильных ФАПа. В деревнях Верхняя Яндоба, Ажинара и здесь в Новое Урюмова. 22 из 54 ФАПов у нас обновлены. Это достойный показатель, это уровень оказания первичной медицинской помощи нашему населению. Население, которое проживает в данной деревне, в данном поселении, хочется поблагодарить за активную жизненную позицию. Профилактические осмотры и первичное лечение здесь будут получать более семи сотен жителей деревни. Новое здание оборудовано для приема взрослых, детей и беременных. Вот я родила уже первого ребенка 16 лет тому назад, тоже в старый медпункт ходили. А сейчас новый медпункт, второго ребенка ждем, тоже будем ходить и наблюдаться. Помощь оказываем медицинскую здесь, у себя, никуда не отправляем. Водопровод есть, канализации. Сухожаровой шкаф теперь у нас есть, не будем ездить в СРБ, здесь же будем. Прививки мы делаем, профилактические прививки, здесь все на месте делаем, никуда не отправляем. В стадии строительства в Новом Урюмова сейчас пристрой к школе. На 550 квадратных метрах разместятся спортивный зал и столовая. Их дожидаются 80 детей, которые сейчас учатся в школе. Здесь же расположен и детский сад, в который ходят 39 дешкалят. В 2020 году по сравнению с 2019 годом на федеральном уровне деньги будут удвоены. На 2020 год объекты, инфраструктура в сельских поселениях будет проектировать уже министерство. На следующий год 75 миллионов выделено. С районом мы эту работу проведем для того, чтобы появилась возможность осваивать большие деньги, участвовать в больших федеральных проектах. По программе комплексного развития сельских территорий до 2024 года в села по всей России планируют вложить более 2 триллионов рублей. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.